Продолжаем. Лесные пожары бушуют в двух регионах страны. На Ямале, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, севернее Байкала. Давайте начнем с Ямала. За сутки там выгорело более 4 тысяч гектаров. Действует режим чрезвычайной ситуации. В регионе полыхают 27 природных пожаров. Об этом в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона сообщают. Тушат почти 900 человек, десятки вертолетов, самолет-амфибия Б-200, Больше 200 специалистов из Казани, Мариэллы, Москвы прибыли. Тяжелее всего ситуация близ поселка Пангады. Вокруг него сбросили уже более сотни тонн воды. Ситуацию ухудшает меняющийся ветер. Наша задача, учитывая северо-западное направление ветра, сегодня, возможно, завтра, максимально локализовать те очаги пожара, которые действуют у нас на севере, так как они влияют на задамление не только самого поселка Пангады, но и, возможно, дым пойдет на город Новорингуй. Поэтому наша задача именно после обеда сегодня отрабатывать вот эти очаги. А вот это вот кадры уже в Восточной Сибири, Иркутск. Правительство региона сообщает с 27 по 29 июля, то есть до выходных, ожидается чрезвычайная ситуация. Высокая пожароопасность. Горит больше 2000 гектаров леса. За сутки 16 лесных пожаров потушили. Один из них действовал в Братском районе. На тушении работали 660 человек плюс 150 единиц техники. Сегодня к ликвидации привлекут два самолета. Это Ан-2 и Як-18. Давайте узнаем сейчас о прогнозе. С нами на связи начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Иркутского управления гидромета Наталья Сенкевич. Наталья Васильевна, приветствую вас. Расскажите, обстановка сейчас какая? Здравствуйте, Оксана. На сегодняшний день у нас сложились неблагоприятные метеорологические условия, которые не способствуют рассеиванию вредных веществ в атмосферном воздухе. В результате особенностей климата нашей территории возникает такое явление стратификации атмосферы, которое приводит к возникновению в верхних слоях атмосферного воздуха, так называемого запирающего слоя, в результате чего возникает смог. Смог – это совокупность аэрозоля, взвешенных веществ, пыли, дыма и первый признак неблагополучного состояния атмосферного воздуха над городами нашей территории. В ближайшие дни эта ситуация сохранится, и только 29 числа мы ожидаем смену воздушных масс, выход, изменение погодных условий и снижение температуры в районе с 26 до 32 градусов, резкие порывы ветра, грозы и короткие дожди. Дожди, короткие дожди, да, они ожидаются у нас 29-30 числа. Это как-то должно помочь. Наталья Васильевна, а вот мы сейчас смотрим со зрителями, что происходит в Иркутске, там вообще ничего не видно, белым-бело, а вот вы тоже находитесь в этом городе, и при этом зеленая трава, все хорошо, то есть там где-то в одном районе только такая плохая ситуация. Как дышится это сейчас? Ну, экологическая ситуация на территории Иркутской области небогополучна, с одной стороны. Вызвано это тем, что вокруг пожары, я сказала, особые погодные условия, все это способствует тому, что взвешенные вредные вещества химические, они скапливаются в нижних слоях атмосферы и, конечно, влияют на жизнедеятельность населения. Значит, в городе Иркутске у нас отмечаются превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, особо опасным веществам, которые влияют на состояние здоровья людей. Значит, это мелкие фракции пыли размером 10 микронных. Содержание в атмосферном воздухе возросло в последнюю неделю месяца. И превышение незначительное, но они все равно отличаются от нормальных. То есть, чувствуется, нет изменений-то? Изменения чувствуются. Значит, если главные индикаторы пожаров, которые возникают... Нет, ну вот вы просто по-человечески нам объясните. Вы сейчас в Иркутске дышать тяжелее, может быть, стало. Что изменилось-то? Вы как себя чувствуете сейчас там, вот в такой чрезвычайной ситуации? Значит, особо, можно сказать, что на состоянии здоровья людей это не особо отражается. Если сравнивать содержание вредных веществ в атмосферном воздухе в более-менее активный период горения лесов, и вот в последнюю неделю, которая ситуация возникла, как можно охарактеризовать? Сказать, что содержание углекислого газа, главного индикатора горения, это основное вещество, которое выделяется при пожарах, его содержание не превышено на сегодняшний день в городе. В общем, пока жить можно, главное два дня потерпеть. Дождик будет уже 29 числа. Скоро продолжим.